Итак, друзья, очередной привет. Илья Владимировна, прокатительщикарова. Сегодня мы с вами будем обозревать новинку RealCraft 700. Да, RealCraft. 7 метров. Ребята построили кабинек. Давайте посмотрим вместе, что получилось. Ну, в общем, скажу так, что интересная модель. Очень интересная. Самое главное, просторная, воздушная, но с определенными нюансами, как это всегда говорится. Давайте смотреть вот этого красавца, который находится, фактически, меня сейчас за спиной. Пошли. Издалека это смотрится вот так красиво. На самом деле, достаточно высокий борт. То есть, ну, более метра точно. Не знаю, сейчас к характеристикам, конечно же, подойдем, посмотрим. Прямой наклон стекла лобового. Сразу мы видим с вами форточки. Скажу сразу, что передняя носовая часть открыта. Днища менялась кардинально относительно 6-метровой лодки. Алюминиевая, большая, нарядная, вот с таким дизайном графическим. Очень здорово. Так, ну что, внутри все это представляет следующее. Высокая, большая, высокая кабина. Значит, выход на переднюю носовую часть. То есть, спальников здесь никаких нет. Алюминиевый настил. Сливные отверстия. Место под установку лебедки. Блоки плавучести. Вентиляция. Мы с вами это видим. В общем-то, если, например, сидеть с места пилота, то мы видим с вами такую большую, как бы, на самую палубу. В общем, все очень даже здорово. Что еще? Передняя дверца у нас представляет себе две части. Открывается. Вторая стеклянная открывается налево. Две ручки. Пару ручек. Отопитель. Большая консоль. В общем-то, под установку большого количества приборов. Могу сказать так, что, наверное, по перебору контроля эхолокационное оборудование здесь простое помещается. Внизу, что левая консоль, что правая консоль, имеет некий перчаточный ящик такой вот открытый. Ну и плюс места для того, чтобы можно было разместить оборудование ноги. Все достаточно простенько, но в то же время, как бы, свободно. На самом деле, внутри, в кабине, места очень много. Она просто вот, как это, воздушная вот такая. Самый главный момент следующий, что вот эта средняя часть, да, здесь нет гальюна. И вот в этой части как раз можно поставить перемычки и положить определенные подушечки. И здесь организуется, ну, наверное, на трех человек абсолютно спокойно. По поводу того, что цепляю я здесь головой и цепляю. Ну, вот здесь вот, наверное, сантиметров это под 10 получается. А еще надо мной вот такой вот люк прекраснейший, у которого есть возможность вот такую штуку зацепиться, либо закрыть, либо открыть. Это, наверное, что-то типа фанеры, которая просто-напросто обшита синтетическим каким-то покрытием и позволяет как раз убрать сон. Вентиляции люков никаких здесь нет. Вдоль бортов, во-первых, идут ниши, полости, куда можно что-то положить. Такие же полости идут здесь. Вентиляция, к сожалению, здесь никакой не вижу. Фонарики, пару плафончиков. Здесь места для чего-то такого, просто что-то положить. Огромный уже перчаточный ящик. Ух! Вот здесь вот просто такая большущая тема. Вот. Какие-то ниши всевозможные. Понятно, что под этими рундуками очень много места. Вот здесь вот плоховато видно, но, в общем-то, здесь, что с левой стороны, что с правой стороны, места достаточно. Ну, плюс, вот, как вы видите, здесь место, скажем так, опущенный пол, палуба, да, и, в общем, здесь абсолютно спокойно, вольготно ходится. Назад у нас вот такой вот выход. Есть дверца. Открыли, вышли. Выход свободный абсолютно. Вот. На палубе, палуба здесь, наверное, по расстоянию, метр, наверное, где-то 30-40 метров. Две банки откидные, которые можно опустить, но при этом при всем есть ниши. И сзади пару рундочков вот таких вот. простенькие хлястики такие. А здесь аккумулятор. Ну, и рецепт под рецептное пространство. А кабина широкая только потому, что по бокам, на самом деле, нет потопчин. Вот здесь пройти вообще вперед нельзя. Ну, прикольная фишка, связанная с тентом именно. То есть здесь вытаскивается какая-то такая топ-крыша бимини. И получается, как на 600-ке. Вот как на 600-е модели. Вот такая вот штучка. И получается нормальный ходовой тент. Чтобы сразу исключить вопросы по поводу крыши. Она здесь плоская. можно положить здесь матрас. Здесь, наверное, расстояние сантиметров 50. Это как раз а-ля люк. Панорамная крыша и здесь вот сантиметров 50. Сюда можно поставить либо пару тули-боксов, либо можно положить матрас и загорать уже на этой палубе. Остекление все каленое, как сказал. Ну, и как не показал, с передней части как раз есть пару потопчин таких. Но можно поставить ногу и выйти, например, там на причал как раз по поводу обводов вопрос. Значит, келеватность 18 градусов. Здесь сделано что-то типа королочайки. Три пары приданов. Довольно сильный келеват такой днище. Вот так вот реализован скуловой уголок. Маленькие площадки для либо трансовых плит, но здесь они не влезут, либо для датчиков холода. Хотя датчик холода вот площадка. Самоотливная палуба и пара. На самом деле пара, скажем так, кринолинов потопчин. Вот такие большие кринолинчики. Длина, кстати, габарит на лодке 7 метров 56 сантиметров, ширина 2,36. С левой стороны тоже самое. Одна площадка под установку, видимо, трансовых плит, но еще раз повторюсь, они маленькие, надо их ставить шире. Хотя, возможно, производитель имеет какое-то другое мнение. Вот. А на шестерке было вот так. Это 6-метровый как раз Real Craft, чтобы понимание было. Хороший большой борт еще раз повторюсь. Небольшой привальничек, но на самом деле на такой лодке надо ставить уже второй привальник просто. Потому что большим бортом очень сложно как это, биться. Ну вот такой вот он, Real Craft 700. Очень интересная новинка на нашем рынке для походов, для грузников. С одной стороны, он внутри выглядит как уазик, с другой стороны, места очень много и полно возможностей для кастома. Цена начиналась от 2,800 до 23 февраля. Все. Держите кулачки за эту лодку. В принципе, классный, хороший, интересный проект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok